привет друзья сегодня мы будем говорить о детках на цветоносах фаленопсиса кому будет полезно это видео оно будет полезно тем кто уже имеет детку на цветоносе но в силу каких-то причин или обстоятельств эти детки не показывают динамики развития то есть затормозили свой рост или же детка растет но не формирует корневую систему и владелец детки волнуется за ее состояние здоровья видео создано по заявкам зрителей в комментариях я честно пыталась ответить на вопросы в комментариях под видео но поняла что это будет очень долго и проще сделать отдельное видео это будет и нагляднее и полезнее и информативнее как мы знаем на цветоносах фаленопсиса есть множество ждущих спящих или по научному меристемных почек каждая из этих почек защищена специальной чешуйкой и при определенных обстоятельствах из этой меристемные почки может развиться новое цветение в виде ответвления или же продолжится жизнь в виде новой детки почему в одних случаях из меристемные почки образуется цветонос а в других детка конечно же это зависит от условий окружающих среды признано считать что детки возникают когда в помещении где находится орхидея очень влажно очень жарко и очень светло моя практика показывает что это не совсем так дело в том что у данной орхидеи а это фаленопсис нарбоны одновременно из разных меристемных почек на цветоносах развивались и ответвления и детка все происходило одномоментно соответственно орхидея в это время находилась в одних и тех же условиях и почему из одних почек в тех же обстоятельствах развились цветоносы а из другой развилась детка честно сказать признаться я не знаю и так детка на цветоносе у нас уже появилась и мы не хотим чтобы она развивалась долго мы хотим ускорить этот процесс а значит мы должны быстрее адаптировать это новое растение к условиям окружающей среды мы должны быстрее приучить ее питаться самостоятельно а не только через цветонос который соединяет ее с материнским растением и что мы должны для этого сделать во всяком случае что я делаю для этого я расскажу в следующей части видео рассказывать буду конечно же на примере своего растения в данном случае это фаленопсис нарбоны как вы уже видели по дате на фотографии в октябре 2020 года на ее цветоносе образовалась детка за полгода на этой детки уже было два полноценных листика и три корешка для того чтобы корни сразу адаптировались к субстрату для того чтобы виламин был привычен к влаге я сразу начала формировать корневую систему этой детки как я это делала я расскажу в этом видео для чего я это делала для того чтобы во первых ускорить процесс корнеобразования а во вторых для того чтобы сразу адаптировать эти корни к дальнейшему существованию растения и так сейчас мы поэтапно рассмотрим какие предметы нам понадобятся для формирования правильной корневой системы у детки им приступаем во первых нам понадобится обыкновенный пластиковый стаканчик в моем случае это стаканчик объемом 50 миллилитров то есть совершенно маленький но можно было взять и больший стаканчик сейчас для наглядности я взяла стаканчик объемом 200 миллилитров чем прозрачнее будет материал из которого изготовлен стакан тем будет лучше также для этого можно использовать пластиковый или силиконовый стаканчик в котором мы получаем подростков из азии он еще более удобен потому что у него на дне уже есть круглое отверстие в которой мы как раз таки поместим цветонос стаканчик необходимо будет разрезать по всей длине стакана а также до середины донца стаканчика видите на изображении что стакан разрезан пальцами я его раздвинула для того чтобы показать вам в каком месте находится разрез обратите на это внимание разрез донца завершаем ровно посередине и вырезаем маленькую дырочку по размеру диаметра цветоноса посмотрите на картинку стаканчик я уже одела на обыкновенный демонстрационный обрезанный цветонос совершенно другого растения для того чтобы показать вам наглядно как это должно выглядеть почка конечно же у меня еще не инициирована это просто ждущая меристемная почка но в этом месте могла быть уже сформированная детка сегодня же в комментариях был вопрос а что если почка уже набухла то есть активировалась но развитие свое приостановила как ей помочь начать развиваться дальше я посоветовала периодически смачивать эту почку но дополнительно мы можем создать для почки вот точно такие же условия как сейчас изображены на видеокадра то есть в этот стаканчик мы можем поместить мох и периодически этот мох смачивать в условиях дополнительной влажности и соответственно дополнительных повышенных температур потому что мог в любом случае будет согревать этот цветонос особенно нагреваться на солнце если вы разместите орхидею под непосредственные солнечные лучи и инициация этой почки то есть толчок для ее развития будет создан более эффективно если ваше растение само не решила развивать почку а это ваша личная инициатива прежде всего вы должны помнить о следующем самостоятельно принуждать растения к деткованию или же формированию новых цветоносов мы можем лишь у здоровых взрослых и полноценных растений еще раз посмотрим на динамику развития детки на ваших экранах 23 октября 2020 года детка только появилась теперь на ваших экранах 5 мая 2021 года растение уже цветет у него два полноценных листика три корешка корни находятся в стадии роста и корни уже сформированы в пластиковый стаканчик корневая система всегда поддерживается во влажном состоянии для ее быстрейшей адаптации и активации а вот на ваших экранах съемки сегодняшнего дня и вы видите это же самое растение уже с тремя полноценными листьями причем третий лист уже гораздо больше двух предыдущих у растения продолжается развитие корневой системы и сейчас мы будем смотреть подробнее итак на ваших экранах растения крупным планом мы видим два первичных листа они наверное не более 4 сантиметров длиной и под 3 листик он уже гораздо крупнее рассматриваем корневую систему видим два корня которые уже хорошо уходит в субстрат даже их три растет еще один корень он уже очень хорошо виден если вы заметили обратили внимание то растет цветонос вот его прекрасно видно сейчас на ваших экранах мох постоянно поддерживается во влажном состоянии это обыкновенный мох не живой не растущий его главное назначение постоянно поддерживать корневую систему в едва-едва влажном состоянии мох не должен быть мокрым он не должен переувлажнять корневую систему а лишь увлажнять ее стаканчик держится на цветоносе за счет того что отверстие на дне стаканчика буквально на миллиметр меньше диаметра цветоноса фиксируется достаточно плотно в то же время когда корневая система удлиняется постепенно стаканчик сдвигается все ниже и ниже корни находятся постоянно во влажном мху растение никогда не испытывает недостатка влаги даже есть если материнское растение в своей посадке будет чуть пересыхать детка не будет чувствовать недостатка влаги потому что у нее есть свое влагообеспечение в виде мха в этом пластиковом прозрачном стаканчике в то же время корневая система постоянно участвует фотосинтезе помогая детки и не отнимая у матери лишних сил а теперь обратим внимание на корневую систему детки вы видите что корень находится в стадии активного роста еще один корень пробил шейку и тоже устремляется непосредственно вниз субстрат они в сторону от него а это значит что растение предпочитает все же влажное содержание воздуха в этом маленьком стаканчике для растения достаточно поскольку она имеет один цветонос и его кончик пробуждается и растение с удовольствием пытается сформировать и отрастить еще один новый цветонос при этом как вы уже обратили внимание материнское растение тоже растит свой новый цветонос то есть растению на все абсолютно хватает сил и хватает строительного материала если мы обратимся к тем стадиям развития растения то сразу поймем что в нашем случае растение находится в стадии максимальной активности то есть строительного материала ей хватает на все на рост новых клеток корней на рост новых клеток листьев и на рост новых клеток цветоносов цветоносов и у материнского растения и у детки а теперь посмотрим каким должно быть материнское растение чтобы у него хватало на все сил у нашего растения четыре пары полноценных красивых здоровых и больших листьев листья в прекрасном тургаре они прекрасного зеленого насыщенного цвета у растения три цветоноса который она не собирается орхидея не собирается отсушивать растет четвертый цветонос то есть каждый из прежних цветоносов имеет возможность пробудить на себе спящий или меристемные почки и либо дать потомство либо еще раз процвести конечно же у такого растения будет хватать сил на все в том числе и на формирование детки что заставило конкретно это растение сформировать детку почему она решила размножиться при этом в это же время это растение готовилась к цветению я не знаю но в любом случае какой бы ни была эта причина это явилась для меня очень приятным сюрпризом и великолепным бонусом это растение мне очень нравится и конечно же я с удовольствием буду иметь еще одно собираюсь ли я отделять эту детку в комментариях у меня спрашивали точнее говорили что интересно было бы посмотреть как я буду это делать друзья пока у меня сформировалась такая возможность чтобы растение прекрасно развивала свою корневую систему в таком виде и в таком состоянии пока растение прекрасно развивается и пока детка нисколько не мешает маме развиваться это маленькая растеница отделять от материнского я не буду и вот я развернула растение по-другому немножко увеличила ракурс и вы видите какие прекрасные два новых корешка еще пробиваются через чешуйку около шейки растения то есть корней у нас уже будет достаточно вполне достаточно для отдельной жизни растения в своем индивидуальном домике так и для развития по-прежнему на цветоносе у материнского растения друзья во время демонстрации крепления стаканчика к цветоносу растения во время этой демонстрации у меня появилась идея идея для эксперимента когда уже я соорудила всю эту конструкцию когда разрезала стаканчик вырезала в донышке отверстие прикрепила на цветонос совершенно другого растения которое даже не планировала развивать свои почки растение только отцвело и находится в периоде вегетативного развития то есть усиленно растит новый лист новые корни в том числе от шеи я решила сделать эксперимент я решила оставить эту конструкцию на цветоносе периодически увлажнять мох и посмотреть что из этого получится друзья вот таким великолепно кораллово лососевым цветом цветет это растение я надеюсь скором будущем детка порадует нас не менее красивым цветением хочу попросить вас об обратной связи в комментариях пожалуйста напишите насколько доступно и доходчиво я смогла объяснить материал и еще напоминаю для вновь прибывших зрителей что я нахожусь в городе герой владивосток 10 тысяч километров от москвы и плюс 7 часов к московскому времени на этом я буду завершать свое видео и хочу попросить вас поставить пальчик вверх под видео подписаться на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного субтитры сделал DimaTorzok